Белоснежные банты, строгие галстуки и веселые лица. Вот точные приметы первых дней осени. И пусть некоторые еще не совсем проснулись, но все равно улыбаются. Ты вообще выспалась? Ну, да. День знаний прошел по всей Кубани. Но здесь, в 71-й школе Краснодара, для ребят двойной праздник. Абсолютно новое здание учебного заведения. Его построили в этом году. Стало настоящим подарком не только для детей, но и взрослых. Школа открылась в одной из самых населенных частей города. В московском микрорайоне живут около 40 тысяч человек. На торжественной линейке только первых классов, 19. И всем уже не терпится сесть за парты. Потому что мне уже хочется узнать, что там внутри. Я мечтала об этом. Поэтому там учат, там читают, читают, куклы пишут. Эту линейку надолго запомнят не только первоклашки, но и их старшие сверстники. Не каждый день можно получить советы и наставления от полномочного представителя президента России и губернатора. Владимир Устинов и Вениамин Кондратьев специально приехали на открытие 71-й школы. Мир знаний должен стать трамплином для больших свершений в жизни ребят. Очень рад, что этот учебный год все вы встречаете в новой школе, оборудованной по последним стандартам образовательных технологий. Все самое важное и необходимое для взрослой жизни закладывается и формируется именно здесь, в школе. Поздравляю всех вас, учителей, школьников, родителей, с днем знаний и началом нового учебного года. Первый учебный день – это новая точка отчета и для школьников, конечно, для их родителей и, конечно же, для всего педагогического состава. И очень важно, что новая точка отчета, особенно у первоклассников, начинается в новой школе. Важно, чтобы вы наполнили новую школу современным содержанием, наполнили своей энергией, улыбками, а школа наполнила вас знаниями. Я хотел бы сказать особые слова благодарности педагогам, которые будут учить в этой школе за то, что все-таки вы тоже идете в ногу со временем, обладаете современными знаниями, которые позволят вашим выпускникам быть, как я уже сказал, уверенными в жизни и уверенно шагать по жизни. А ученикам пожелать любить все предметы, не ориентироваться на модные, на которые востребованы даже. Кто-то из вас физики, кто-то математики, кто-то химики. Все вы разные, все вместе. Вы создаете палитру жизни в нашем крае, в нашей стране. Не извините сами себе, не обманите сами себя, не погоните за модным, за популярным. Я уверен, что возможности, которые в этой школе есть, педагогический состав вам позволит это сделать. Отрасск образования для нас становится главной и приоритетной. В рамках поручения губернатора мы уже сегодня реализовываем еще пять проектов по строительству школ в городе Краснодаре, но на этом наша работа не будет завершена до тех пор, пока мы не переведем все наши образовательные учреждения в первую смену. Я еще раз вас всех поздравляю с Днем Знаний, желаю всем крепкого здоровья, прекрасного настроения и успехов в учебе. Школа на самом деле продвинутая. Тут и интерактивные доски, мастерская для занятий по дереву и кабинет робототехники. Есть даже игровые зоны для учеников начальных классов, чтобы на перемене дети не сидели в телефонах, а настраивали живое общение. Лабиринты. Простейшая игра, но она рассчитана на игру двух ребят. То есть можно устроить соревновательный момент, когда один против второго. Кто быстрее доберется до среди, кто быстрее найдет выход. Ну и соответственно у нас есть поле для развития мелкой моторики. Деткам очень нравится. Подобные школы для Краснодарского края больше не исключение, а наоборот правило. Учебные заведения строят по типовым проектам. Например, это здание рассчитано на 1550 мест. А в скором будущем тут же в московском микрорайоне Краснодара появится еще одна школа. Уже на 1100 мест. Такую приятную новость в День знаний рассказал губернатор. Вениамин Кондратьев побывал и внутри открывшегося корпуса. Сегодня здесь прошли первые занятия. Для всех провели урок памяти и славы. Один из них посетил губернатор, глава региона. Пообщался со старшеклассниками. Кстати, классы разбиты по профнаправлениям. Есть социально-экономическим, уклонно-медицинским и для любителей точных наук. Вы должны быть профессионалами. Только профессионалы могут создавать развитие во всех отраслях экономики. Неважно, это сельское хозяйство, это промышленность, транспорт. Только профессионалы. Поэтому ваша стратегическая задача стать просто профессионалами. А потом уже станете успешными. Потому что профессионалы очень востребованы и очень нужны. И во всех отраслях экономики, и во всех сферах жизни. А для этого вам надо подготовиться. Подготовиться к этому старту. Но стартануть в любимую профессию. То, к чему вы стремились. То, что было вашей мечтой. В мечтах же у этих маленьких школьников пока, пожалуй, только желание побыстрее познакомиться со своими одноклассниками, которых они сегодня увидели впервые. И кто-то уже большой и дружной компанией успел поставить оценку в своей новой школе. Были вы уже где-нибудь в классах, внутри вам что-нибудь показывали? Да. Ну и как вам школа вообще? Что больше всего понравилось? Шахматы. Шахматы. Хотя бы не телевизор. Там большие шахматы. Мне понравилось. И телевизор. Субтитры подогнал «Симон»